В субботу 26 октября в Московской Церкви «Благая Весть» состоялась уже ставшая традиционной конференция для лидеров и служителей Церкви «Ядро Плюс», которая в этом году проходила в рамках ежегодной конференции «Вера». Это очень важное мероприятие, потому что здесь собрались не только служители из города Москва, но также служители из Красноярска, из Самары, из очень многих городов. Это очень важно, не только служить вместе, но и видеть друг друга для того, чтобы ободряться, для того, чтобы возрастать в вере, для того, чтобы понимать, что мы делаем вместе одно дело, для того, чтобы Царствие Божие расширялось. Спасибо большое. Вот эта атмосфера, которая сейчас находится у нас в зале, и всё слово, которое нам сегодня транслируют, это очень вдохновляет нас. Спасибо большое всем организаторам за эту атмосферу. На этой конференции епископ Рик Реннер поделился разъяснением пророческого слова на 2025 год, полученного им от Господа. Особенной частью конференции стал интерактивный опрос участников. На обсуждении в группах были вынесены важные вопросы, касающиеся различных служений и проектов Церкви. Благая Весть — это большая церковь, у которой есть множество филиалов. Поэтому я считаю, что крайне важно проводить объединяющие мероприятия, формировать общий курс, общие направления деятельности нашей Церкви. Всем привет, меня зовут Лиза, и сегодня я на конференции «Ядро». И вы знаете, я очень сильно хотела получить новую книгу Джона Бивера «Трепик перед Богом», и сегодня нам ее просто подарили. Я очень счастлива и ожидаю этого времени с Богом и того, что Он скажет мне через эту книгу. Благая Весть московских ТЭКов, наши ТЭКов сегодня были замечательные конференции, которые проводили здесь, в Центральной ТЭКов. Это было помазано, замечательно, организовано. Спасибо, благодаря наш ТЭКов, благодаря постоповая за это, благодаря епископу Лик. Спасибо за подарок, который мы получили. Все очень благодарны вас. И надеюсь, что души будут еще больше и больше. Ежегодные конференции для служителей давно стали важной частью церковной жизни и Московской Церкви «Благая Весть». Таких как созидание и укрепление команды, вдохновение и ободрение людей в служении является важным приоритетом Церкви. Московская Церковь «Благая Весть» — дом, главой которой является Христос. И сегодня мы чувствовали, что мы являемся частью одной большой церковной семьи. Вместе общались, вместе молились, вместе слово принимали, вместе кушали. И, конечно, мы вместе смотрим в будущее. Просим Бога о том, чтобы Он дал нам обновления, которые нам нужны для нового сезона. Мы обсуждали сегодня пророчества, и в момент обсуждения мы получили надежду, которая нам нужна. Для того, чтобы пройти все испытания и вместе с Господом благодарить Его за все победы, которые Он нам дает. Церковь — это дом. Информационное бюро «Спектр», Москва.